Знакомьтесь, whatgold.ru. Это новые контейнеры с кучей золота и танками от 99 рублей. Уникальная сборка чертежей поможет вам заполучить желаемого зверя. Себе в ангаре совершенно бесплатно. Переходи по ссылке в описании и получи 20 рублей на счет. Whatgold. Гарантия золота в каждой коробке. Всем привет. Итак, сегодня я хотел бы поговорить на чрезвычайно важную тему, а именно танки-забоны в нашей игре. Они, конечно, уже давным-давно ожидаемы многими игроками. Многие уже даже накопили кругленькую сумму. Я, в принципе, не рекомендовал тратить огромное количество за бон. Нашлись, конечно, люди, которые потратили 30 тысяч бон за танчик на ГК. Ну, в принципе, это их право. Но, а кто поумнее, он оставил боны на потом. И разработчики уже сказали о том, что боны вам скоро пригодятся. И кайкпите их как можно больше. Ну, конечно, уже, я думаю, каждый второй знает о том, что разработчики будут продавать FV-215B, FV-215B, FV-215B-183 и FV-155 из-за бон. Но помимо этих танков, похоже, сразу же появятся и многие другие. Потому что сами разработчики в ответах заявили, что уже они приготовили множество разнообразных танков. Ну, если тебе интересно, то не забывай, кстати, участвовать в розыгрышах голды Маракаси. Достаточно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте или игровой ник. В принципе, есть шанс выиграть абсолютно у каждого. И каждый раз, когда кто-то выигрывает, всегда люди удивляются. Но, на самом деле, шанс выиграть у меня самый большой. Итак, ребята, давайте же смотреть, какие же танки могут продаваться за боны. Дело в том, что на супертесте есть уже несколько танков, их приготовили. И в патче 1.5, собственно, разработчики уже нам анонс сделали, что товары за боны будут. Ну, собственно, если вы зайдете на тест, то можете увидеть, что там можно тестовый танк за боны купить. За один бон, ну, там танк какого-то, какого-то второго уровня, по-моему, M2 Lite. Ну, короче, так просто его разместили туда, чтобы протестировать, что все работает. И чтобы мы видели, что товары за боны уже в патче 1.5 завезут. Но, как всегда, конечно же, разработчики, ну, ничего лишнего не говорят. Стараются сделать нам сюрприз, но мы-то все-таки умные ребята и можем догадаться. В общем-то, это несложно. Достаточно посмотреть на танки, которые сейчас на супертесте активно тестируются и уже добавлены в патч 1.5. И вот один из таких танков называется он ТВП Т-27. Это восьмой уровень. Это, собственно, Чех. У него, ну, такие характеристики, я бы не сказал бы, что какие-то выдающиеся. Обычная такая СТ-шка. За исключением того, что все-таки тут имеется барабан на три снаряда. То есть это такое значительное отличие этого танка от других. И это вполне неплохо. То есть барабанные танки во все времена у нас-то, ну, были востребованы. Они тащили. Ну, и эта машина, я думаю, исключением не станет. Хотя тут нету каких-то запределенных показателей пробития. Всего-то 202 пробития, 242 на голде. Три снаряда, собственно, в барабане. Время перезарядки магазина 20 секунд. Время сведения 1.9. Разброс 0.38. Альфа-240. И уделенная мощность двигателя 22,5. 50 максимальная скорость. И 20 назад. То есть, в принципе, хорошие показатели подвижности. Бронирование башни, конечно же, не оставляет каких-либо шансов там танкануть. Всего 100 миллиметров. 60 миллиметров в лбу корпуса еще меньше. 40, собственно, миллиметров в бортах корпуса. И 100 миллиметров в бортах башни. Ну, короче, броня не особо такая впечатляющая. У нас такие орудия, что совершенно не спасут эти цифры вас. Но, в принципе, этот танк не создан для танкования. Он хорошо передвигается по карте. И очень хорошо подходит под ветку. На самом деле, лучше бы этим танком заменили текущий ТВП на 8 уровне. Который совершенно, ну, не какущий. Хотя, может быть, это и есть замена. Но на данный момент все-таки известно, что это премиум танк. Конечно, жирновато будет именно взять и раздать такой танк за боны. Но могут разработчики выставить цену на него такую заоблачную. Там 25 тысяч бон, например. И итог. Как бы многие закупят его. Обзор тут 310-90 метров. Очень даже хороший. Ну, и, в принципе, танк выглядит неплохо. Какие машины еще есть на примете? Есть 6 уровень. На самом деле, более вероятно, что в ВГ, если и будут продавать премтанки в боновом магазине, то, скорее всего, это будут невысокие уровни. Там 6, 5. И тут у нас такой танк, как М4А1ФЛ-10. Собственно, это барабанный танк французский. У него 720 прочности. Ну, стандартная прочность, как для СТ-шки. Бронирование 50 миллиметров во лбу. 40 в во лбу башни еще меньше. В общем, картонный танк. Мощность двигателя 530. Скорость поворота башни 36. Скорость поворота АШСи 43. Ну, короче, немедленно он вращается. И обзор 370 метров. 4 снаряда в барабане. Урон 135. И пробитие 148. Обычными снарядами голдовыми 202. Удивная мощность составляет 1754. И максимальная скорость 48 километров 20 назад. Время сведения 2 секунды. Разброс 0,38. И довольно, ну, небольшая перезарядка между выстрелами. 1,75. Ну, и время перезарядки всего барабана 14 секунд. УВН минус 6 градусов. Ну, если вдруг вы ничего не поняли, то могу перевести на обычный такой язык. Могу сказать, что это очень даже, по-моему, сильный танк. Как для 6 уровня. Ну, по крайней мере, на данный момент он выглядит просто имбущей. Имбой той, которая будет разрывать рандом на 6 уровнях. И, в принципе, многие его будут готовы заполучить за боны. Ну, есть еще один такой вот танк. Весьма интересный американский Т-78, который во многом похож на старого Хеллкета. У него слабо бронирован корпус. Башня чуть получше бронирована. Всего 600 прочности. Ну, даже в сравнении с французской СТ-шкой, конечно, гораздо меньше. Ну, на то это все-таки и по ТСАУ, что у нее, может быть, не самые такие лучшие показатели бронирования и прочности. Но зато мощное вооружение. И, действительно, альфа тут 240. И 160 пробития на основных снарядах. 221 на голде. Хороший УВН, при этом все минус 10. И хорошее время сведения 1,8. Неплохая точность 0,38. И время перезарядки 8,3. Составляет, что неплохо даже. Обзор 370 метров, что, как для 6 уровня, на мой взгляд, весьма даже хорошо. И уделенная мощность двигателя тут 21,8. То есть машина весьма даже подвижная, как вы можете видеть. Следующий танк, последний на, в общем-то, этом расследовании. Это у нас ФВ-1066. Сенлак называется. Может быть, неправильно я произношу. Это у нас 8 уровень. Собственно, ЛТшка. 8 уровня. 1050 прочности у нее. Уделенная мощность двигателя 32,2. И максимальная скорость 65 километров. То есть очень подвижная, очень шустрая. 179 пробития. И 223 на голде. Также урон, в общем-то, тут составляет 180 единиц. И разброс 0,42. Как-то довольно много. Также особенностью данной ЛТшки является то, что у нее просто какое-то заоблачное пробитие фугасами. 90 это очень много. Если взять, например, какой-нибудь танк, ну, не знаю, фугасный, то там обычно, ну, поменьше, короче, пробитие. Там 60, 70, а тут 90. При этом всем время сведения довольно быстро. 1,8. И время перезарядки орудия тоже быстрое. 6 секунд. И хороший УВН. Минус 10 градусов. Естественно, картонный абсолютно танк. Но быстро вращается башня и шасси. И хороший, ну, наверное, может быть, не самый лучший обзор, но неплохой. 380 метров. Как вы можете видеть, все танки, которые, в общем-то, я вам показал, они выглядят весьма неплохими. И ради них даже можно постараться и поиграть там, накопить бон. Но так как патч 1.5 выйдет уже где-то в мае, то, собственно, уже особо и копить, ну, долго вы не сможете. Хотя разработчики еще одно событие сделали, о котором не все знают. В патче 1.5 на 8 уровнях можно попадать будет в генеральное сражение. Ну, то есть бои 30 на 30. Таким образом, можно будет теперь фармить боны гораздо лучше на 8. Если вы включите этот режим. Что, как бы, намекает нам о том, что скоро эти боны вам пригодятся. Безусловно, может быть, какие-то из этих танков не будут за боны, потому что, ну, это просто список танков, которые на супертесте доступны. Я предположил, что какой-то из этих танков может продаваться за боны. А также есть вероятность того, что какие-то старые танки будут продаваться за боны, типа какой-нибудь Prima Victoria или еще какого-нибудь танка, который, собственно, был когда-то хорош, типа Т-22СР. Но потом разработчики его понерфили. Сами ВГ говорили о том, что они не прочь продать по скидке какой-нибудь такой старый, никому не нужный танк за боны. И потом, собственно, собрать статистику и апнуть его. Так что, вполне вероятно, если цена будет приемлемая, можно взять какой-нибудь не самый лучший танк за боны и потом ждать его апа. Но это, конечно, рискованно. Ну и на этом все. Спасибо огромное, что досмотрели данное видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...